Столько людей, ребятишек, взрослых, стариков. Вообще здорово. Это так объединяет. И вообще все прекрасно. Ну и посадка деревьев, это вообще круто. И кажется, это общее мнение. Жители Павловска массово поддержали зеленую акцию, которая здесь проходит впервые. Хотя Лес Победы уже 8 лет. Мы проводим это уже восьмой раз. И в более чем 30 муниципалитетах посажены деревья, в совокупности более 100 гектар леса уже существует. Все понимают о том, что память о наших земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, то есть это одно из проявлений, которое каждому есть возможность реализовать. Когда-то компания начала с заращивания гари 90-х, а потом решила помогать восстанавливать в регионе зеленые насаждения. И это актуально. На территории городов и поселков не хватает растительности, считают ключников. Поэтому в Павловске для аллеи памяти выбрали густонаселенный, но мало озелененный микрорайон. Здесь высадили яблони, рябины, кустарники, засеяли газон. Я думаю, что лет года через 3-4 она уже будет полноценный вид. Почему? Довольно быстро растущие растения. Буквально в течение месяца-двух мы здесь организуем и построим новый тротуар. Тротуарную часть, дальше предприятия холдинга присоединятся уже с зонами для пешеходов. Поэтому я думаю, через 3-4 года это уже будет аллея с полноценными растениями. И несмотря на то, что мероприятие в Павловске проводят впервые, участие в нем приняли почти 400 жителей. И хотя в полном рассвете аллею видят только через несколько лет, люди надеются, что таких акций будет больше. Анастасия Дороган, Артем Гусельников, Николай Шелко. День с толком.